Теперь я позволю себе несколько объяснить вот эту схему, которую вы уже мельком видели. В принципе, Лев Вадимович сегодня уже много внимания уделил нашим сегодняшним представлениям об иммунном ответе. Это другой вариант показать эти представления. У нас есть некая система, которая находится в балансе. У нас есть ряд факторов, которые способствуют смещению этого баланса против опухолевой клетки. Есть факторы, которые наоборот позволяют опухолевой клетке выжить. И, в принципе, на сегодняшний день безусловными лидерами и, безусловно, наибольшее внимание приковано именно к этой оси. Это либо CTLA-4 и CD80, на которые влияет эпилюмап, либо следующий уровень рецепторов. Это рецепторы PD-1 и леганды PD-1, на которые направлены другое моноклональное тело. Это ингибиторы PD-1. Их сегодня два. Каждая из них имеет свою регистрацию в отдельных странах. И очень много внимания до этого у нас уделялось и провоспалительным цитокинам, и работе с Т-клеточным рецепторами стимуляции специфического противоопухолево-иммунного ответа. Безусловно, сейчас с появлением неволюмаба, пембролизумаба, пембролизумаб зарегистрирован в США, неволюмаб зарегистрирован в Японии, это оба препарата, которые подавляют PD-1, и они существенно подняли планку и требования к той иммунотерапии. Собственно говоря, иммуноонкология возникла во многом благодаря нынешним пониманиям, во многом и пембролизумаб, и ингибиторы PD-1, или PD-1 линьганда. Но они настолько изменили ситуацию, что даже те препараты, которые есть в разработке, они уже не исследуются при меланоме, все вот эти препараты, они исследуются при других заболеваниях. Безусловно, планка поднята очень высоко, до 80% однолетней, 46% двухлетней выживаемости при неволюмабе. Очень хорошее исследование пембролизумаба. Для эпилеумаба те пациенты, которые прожили 3 года без прогрессирования, у них очень низкий риск прогрессирования практически выходит на платы. Обратите внимание, здесь очень большие показатели до 10 лет. Однако не все так просто. Кривые идут на уровне 15-20-40% развивается плата. То есть есть еще большое место, которое можно улучшить. И вот исследования, проведенные Рибосом с авторами в его лаборатории, которые показали, что, в принципе, то, о чем Игорь Вячеславович спрашивал, что, например, ингибиторы PD-1, они лучше работают там, когда есть что активировать, когда в зоне роста опухоли есть иммунные клетки. Если мы видим такой инфильтрат, да, мы потом можем активировать, они придут в опухоли и подавят опухоли в рост. Если инфильтрата нет, ничего не происходит, препараты оказываются неэффективны. И, собственно говоря, одна из задач, может быть, повышение эффективности этой терапии, может быть, сделать что-то, чтобы этот инфильтрат появился. Второй вопрос, который мы хотим сделать, чтобы появились клоны опухолевых клеток, специфичных для терапии. Вы видите, здесь в красном отмечены пациенты, которые прогрессировали, серым пациенты, у которых был эффект. Нижний квадрат – те пациенты, у которых было мало опухоли инфильтрирующих лимфоцитов и мало клонов специфических противопухолевых лимфоцитов. Верхний квадрат – те, у которых инфильтрат был большой и было много клонов опухоли инфильтрирующих лимфоцитов, практически все ответили на лечение. Опять-таки, та же лаборатория. Нас интересует, чтобы на фоне применения иммунотерапии делились иммунные клетки. Если иммунные клетки делятся, у нас виден отчетливый ответ на иммунотерапию. Если опухолевые клетки не делятся, мы видим только пролиферирующие клетки меланомы. У нас, на самом деле, в иммунологической практике за 30 лет лечения активного применения методов и изучения методов иммунотерапии в клинике уже накоплено достаточно большое понимание того, какие механизмы препятствуют иммуноответы и что с ними можно сделать. Итак, в первую очередь, это истощение лимфоцитов. То есть лимфоциты есть, но они не способны уничтожить опухоль. У нас есть модуляторы активности иммунологического синапса, это фактически ингибиторы сигнальных иммунных точек, это эпилиумаб, это пембролизумаб и другие препараты. У нас есть адаптивная клеточная терапия и цитокина, которые направлены именно на это. Отсутствие или недостаточность специфического противоопухолевого иммунного ответа. Мы очень давно изучаем вакцинотерапию, методы различной внутриопухолевой терапии, и у нас есть виротерапия, которую как-то мало анонсируют, мало не говорят, но на самом деле это очень большое поле. Иммуносупрессивное влияние опухоли, мы можем воздействовать на это с помощью виротерапии, но ингибиторы сигнального пути ЭРК, это вимурафенип, это даброфенип, это все другие препараты, они являются существенными модуляторами активности иммунной системы в том числе. И нарушение миграции иммунных клеток, также мы можем использовать методы внутриопухолевой терапии, и цитокина или химокина. Что касается истощения рецепторов, истощения лимфоцитов, то вот модель иммунологического синуса – это другой вариант той схемы, которую мы видели. Если мы на сегодняшний день умеем блокировать PD-1 или CTLA-4, то существует еще много других точек, на которые можно воздействовать. Это семейство рецепторов B7, первый представитель этого семейства уже заблокированный, это как раз сигнальность PD-1, PD-1-легант. Это ТИМ-3 и это ЛАК-3. Это те препараты, которые сейчас разрабатываются в доклинических и в ранних фазах клинических исследований. Другая идея – это если у нас лимфоциты истощены, мы в принципе можем заменить эти лимфоциты. То есть мы можем сделать инвитро активные лимфоциты, которые будут способны, будут достаточно сильны в отсутствии иммунно-супрессивных влияний опухоли, они могут уничтожить эту опухоль. На сегодняшний день эта технология развивается лишь в отдельных центрах, она не спонсируется большим количеством фармакологических фирм, но она достаточно разветвленная. Мы можем взять лимфоциты из опухоли, они уже будут отобраны, и произвести их экспансию, получить клоны опухоль специфических CD4 регуляторных клеток, CD8 эффекторных клеток, получить незрелые или молодые опухоли-инфильтрирующие лимфоциты. Мы можем генетически модифицировать эти Т-клетки, изменить Т-клеточный рецепт, чтобы он был более афинным, чтобы он лучше связывался с антигеном, чтобы он не реагировал на различные варианты иммунно-супрессивных влияний. Или мы можем модифицировать тотальный Т-клеточный рецепт, чтобы он потерял зависимость от системы главного комплекса гистосовместимости. Кроме того, есть определенные способы подготовки пациента к такой терапии, которые не милоаблютивно кондиционированы. То есть, по сути, это перезагрузка иммунной системы. Мы полностью подавляем иммунную систему пациента и вводим ему те клетки, которые должны оказать противоопухолевый иммунный ответ. И поддержка введенных клеток – это, прежде всего, высокие дозы интерлекина-2, возможно, других цитокинов, которые направлены на то, чтобы клон пересаженных клеток как можно дольше циркулировал и оказывал это супрессивное действие. Что мы имеем на сегодняшний день? Вот это результаты применения адаптивной терапии опухолинфицирующими лимфоцитами в центре под руководством Стива Розенберга. Вы видите драматический эффект на фоне лечения. Это одна процедура. То же самое терапия опухолинфицирующими лимфоцитами с лимфодеплецией и интерлекином-2. Значительные эффекты на фоне лечения. И если оценивать результаты общей выживаемости, как это принято, медиана общей выживаемости у пациентов, которые получали такое лечение, 16-4 месяца – это весьма достойная цифра на сегодняшний день. Более того, здесь тоже есть плата, и эта плата держится на уровне где-то 30%. Таким образом, у большого числа пациентов можно достичь хороших результатов лечения. На сегодняшний день обсуждается другой вопрос. Какова перспектива адаптивной клеточной терапии в эпоху эпилеумаба и ингибиторов иммунных сигнальных точек? И запускаются на сегодняшний день исследования, которые рандомизированы, которые будут сравнивать эффективность этой терапии в сочетании двух методов и по отдельности. Вот такой вариант идигенно-специфической клеточной иммунотерапии разрабатывается у нас в центре, но у нас, к сожалению, очень маленький опыт всего пары больных. Мы убедились, что да, действительно, мы можем делать это безопасно, но пока клинические эффекты мы не можем говорить. Но это, опять-таки, получение иммунных клеток пациента, получение лимфоцитов, рост клона опухолеспецифических индивидуальных клеток для пациента и дальше введение этих клеток к больному. Что интересно, в отсутствии лимфодеплеции это достаточно безопасная процедура. При наличии лимфодеплеции или какой-то работы с Т-клеточным рецептором токсичность растет очень сильно. Каким образом можно модифицировать Т-клеточный рецептор? Можно модифицировать те молекулы, которые находятся рядом с этим рецептором, или что-то сделать, чтобы он был постоянно активирован, то есть обеспечить его постоянную активацию при контакте с антигеном. Второй вариант. Мы можем просто удалить экстрацеллюлярную часть Т-клеточного рецептора и посадить туда моноклональное антитело. Таким образом, снаружи это будет обычное моноклональное антитело, а изнутри это будет Т-лимфоцит, который обеспечивает именно противоопухолевый иммунный ответ. И такая технология называется CAR, такие рецепторы называются ТЦР-лимфоциты. Вот пример трансфицированных Т-клеточных рецепторов к антигену НИСО1. Это антиген из группы раково-этистикулярных антигенов, которые часто экспрессируются в меланоме. Мы видим, что достаточно хороший эффект, опять-таки это одна процедура, другой метод Т-клеточных рецепторов к GP100, уже известная мишень. Видите, полный частичный регресс в легких и достаточно выраженный регресс в печени. Если говорить про эффективность, то частота объективных ответов доходит от 13 до 78%. Да, все группы маленькие, это одноцентровые исследования, это лишь несколько центров, которые могут делать это в мире. Но, тем не менее, эта технология представляется перспективной. И на сегодняшний день разрабатывается большое количество других клеток, о которых сейчас просто нет времени говорить. Это гамма-дельта Т-клетки. Цитокин-индуцированные киллеры НК и НКТ-клетки. Все две последние популяции – это механизмы естественного врожденного иммунитета, которые активно эксплуатируются для развития противоопухолевого иммунного ответа. Если говорить про стратегии презентации антигена, то на сегодняшний день уже существует представление о двух поколениях вакцин. Это первое поколение, которое оказалось в целом неэффективным, пептидное, пептидная вакцина в сочетании с цитокинами. И второе поколение, которое использует комплексный ватход – это модифицированные пептиды, новые адюванты. Это различные средства доставки, векторы, ДНК, костимулирующие молекулы, использование цитокинов и использование средств подавления опухоли, ассоциированной иммуносупрессии. И сюда относятся ингибиторы ЦТЛР-4 и ингибиторы передиадин, потому что в доклинических исследованиях эти препараты показали высокий синергизм. И, вероятно, эти исследования с такой комбинацией будут продолжаться. Почему мы вообще говорим, что меланома – это хороший объект для иммунотерапии? Потому что меланома – это опухоль с наибольшим количеством мутаций на 1 миллион хромосом. Вы видите, она занимает топовую позицию в этом рейтинге. Однако не все эти мутации одинаково полезны. Чаще всего это гиперэкспрессия антигена. И лишь крак в этостикулярном антигене, аммутированном антигене, который в сумме представляется около 30% от всех антигенов на поверхности клетки, мы можем вызвать действительно сильный иммунный ответ, но он способен остановить опухоль. Проблема в том, что опухоль защищается. Если вначале большинство опухолей экспрессирует различные и дифференцировочные антигены, и те антигены, которым может быть вызван иммунный ответ, то в процессе дифференцировки опухоли теряют экспрессию. И вы видите, половина опухоли потеряла свою экспрессию после 20-го пассажа, и то же самое происходит у пациента. Это примеры двух пациентов. Мы исследовали здесь только экспрессию антигена МЭЙШ-1, связанного с меланомой. Это раково-тостикулярный антиген. И вы видите, на пятом пассаже культуру клеток сохраняет, на рецидиве второй пассаж никакой экспрессии нет. Другая пациентка, то же самое, пятый пассаж, десятый пассаж, двадцатый пассаж, экспрессии нет. Тем не менее, такие технологии могут позволить нам до какой-то степени поднять и позволить иммунной системе увидеть проблему, то есть увидеть злокачественную опухоль. Одна из таких технологий – это дендритные клетки, которые разрабатываются у нас, и в РОНС имени Блохина. И технология выглядит, в принципе, в два этапа. С одной стороны, мы получаем культуру опухолей или зад опухолевых клеток, либо от пациента, либо от самого пациента, либо от другого пациента. С другой стороны, мы получаем аутологичные иммунные клетки пациента. Выращиваем зрелые дендритные клетки и их вводим в организм, таким образом индуцируя противоопухолевый иммунный ответ. Что получается? Эффективность примерно одинаковая. Около 20% объективных ответов, еще около 20-30% стабилизации заболевания. Тем не менее, если эффект развивается, он может быть довольно-таки длительным. Вот это результаты нашего исследования, где мы пытались применить эту терапию в одевантном режиме. Как вы видите, да, мы достигли медианного наблюдения, это пациенты с 3-й Б, 3-й С стадии, то есть это высокий риск рецидива, но мы достигли и плата. То есть пациенты, у которых пережили медиану времени до прогрессирования, на сегодняшний день никто еще не запрогрессировал. И мы имеем достаточно хорошие показатели выживаемости, именно благодаря этому плата нас обнадеживает. Похожие сходные результаты получены в Центре под руководством 2 Вадимовича Демидова, о том исследовании, о котором он уже говорил. Это применение вакцинотерапии после достижения стабилизации или объективного ответа на фоне терапии декарбазинов. Мы видим, что те пациенты, у которых была иммунотерапия, они также выходят на плату в районе 25%. Аналогичное исследование уже американских авторов, где использованы как раз лучшие принципы второго поколения вакцин. Это использование нового пептида, это использование дендритных клеток, использование пилиумаба. Это первая фаза исследования, тут нет многих пациентов, но вы видите достаточно драматический ответ на фоне этого лечения. Если говорить о других способах индукции специфического противоопухолевого иммунного ответа, то мы можем использовать терапию внутриочаговую. Это та технология, которая зарегистрирована в Российской Федерации, разработана в нашем Центре, где мы используем фотодинамическую терапию до деструкции опухолей, и потом в такой очаг с индуцированным апартозом вводим незрелые дендритные клетки, таким образом стимулируя иммунный ответ. Если посмотреть на пациента, которого мы пролечили, мы видим выраженную лимфоидную инфильтрацию в опухолевой очаге. Здесь нет опухолевых клеток, здесь только лимфоциты. Мы видим выраженный иммунный ответ при контроле реакции ГЗТ, причем они сохраняются долго. И мы действительно видим частичный регресс, причем этот частичный регресс на сегодняшний день длится уже более трех лет. Если сравнивать эти результаты с терапией пилиумабом, то в общем результаты достаточно схожи. По крайней мере, то, что касается медианы времени до прогрессирования и общей выживаемости, вы видите, цифры сопоставимы. С другой стороны, такой подход, то есть использование внутриопухолевой терапии для индукции системного опухолевого ответа или байсцендеровского эффекта, он видимо оправдан, но его используют с помощью разных методик. На сегодняшний день активно изучается бенгальский розовый, это краситель, который вводится в очаге и который вызывает отдаленные иммунные ответы. И они сейчас переходят к третьей фазе клинических исследований. Про нашу ДКВ-акцию я говорил, но мы знаем, что есть методы криотерапии, радиочастотная абляция очагов, электрохимиотерапия, внутриопухолевое введение вирусных конструкций, которые все основаны на том, что они могут индуцировать не только местный, но и системный ответ. И вот пример введения ТВЕК, это онколитический вирус, онковекс. Те очаги, которые помечены, в них вирус вводился, остальные очаги в вирус не вводился. Вы видите, на 13-м цикле полный регресс очагов. Если говорить о отдаленных очагах, безусловно, в эти очаги вирус не вводился. Это до лечения, это после лечения. Полный регресс отдаленных метастазов в легкие, когда вирус вводили в очаги в конечности. В целом исследование третьей фазы OPTIM-3 завершено для ТВЕКа. Что оказалось? В целом исследование признано негативным, потому что большой разницы не было. Но если оценивать его в первой линии терапии, вы увидите достаточно существенное увеличение времени общей выживаемости пациентов. Если же говорить в целом о стратегии вирутерапии, то эта стратегия представляет собой достаточно интересный подход. Потому что мы можем воздействовать сразу на несколько механизмов. Мы можем индуцировать эпоптоз в опухолевые клетки. Там нарушена в том числе и противовирусная контроль. Вирутерапия будет достаточно селективна. Мы можем вмешаться в процесс трансляции, использовать генетические нарушения, такие, например, как мутации генов РАС в опухолевой клетке, для того, чтобы вирус разнодержался и убивал опухолевые клетки. Однако после этого уничтожения опухолевой клетки индуцируется иммунный ответ в том числе. Мы можем вмешаться в различные процессы трансклипции. Мы можем вмешаться использовать вирусы как средство доставки какого-то препарата к опухолевой клетке. Но в любом случае, чтобы не было, активация иммунной системы – это один из основных компонентов вирутерапии. Что на сегодняшний день происходит именно при меланоме? Потому что при других заболеваниях вирутерапия активно развивается. На сегодняшний день есть порядка 200 клинических исследований, посвященных вирутерапии. Здесь результаты небольших исследований. Наибольшая группа имеет исследования регвира, но они были сделаны в Советском Союзе с другой методологией. Но тем не менее, обратите внимание, РОЙСН, РИАВИРУС, 165 дней медиана общей выживаемости у больных диссеминированной меланомой. Исследования АнКОВЕКС, 1-летняя выживаемость 58%, 2-летняя выживаемость 52%. Регвир. Риск при второй стадии, риск прогрессирования относительно риска 0,15%. Такого результата еще нигде не было. Да, его надо подтверждать, но тем не менее, эти цифры, которые говорят, что при проведении исследований нам не потребуется больших групп пациентов, чтобы подтвердить или опровергнуть этот результат. Что же касается иммуносупрессивных влияний и нарушения миграции, тут очень сложно разделить эти два позиции. Вот этот другой взгляд на ингибиторы BRAF. Эти ингибиторы не только подавляют сигнальный каскад в опухоли, они подавляют активность опухоли, они подавляют метаболизм опухолевых клеток. На сегодняшний день считается, что если метаболизм подавляется, эффект от BRAF ингибиторов, в частности от виморфини, развивается. Когда этот контроль утрачивается, то это один из механизмов резисментности. Что другое они делают? Они стимулируют индукцию иммунных инфильтратов в опухолевых клетках. Безусловно, это основание для сочетания ингибиторов BRAF с иммунотерапией. То же самое. Снижение продукции иммуносупрессирующих факторов на фоне лечения. Мы видим пациента с экспрессией ТГФ-бета, у которого экспрессия фактора исчезает на фоне терапии. То же самое в количественном выражении на правом графике. Но тут же увеличение инфильтрации опухолевых тканей лимфоцитами можно вызвать и доступными на сегодняшний день средствами. Это результаты применения интерферона альфа. Вы видите, до лечения, после лечения, общий уровень Т-клеток и СД-11 положительных лимфоцитов. Это все дает возможность комбинировать нам лекарственные средства. И вот результаты клинической эффективности сочетания интерферона альфа с 3-миллимумабом. Это ингибитор ЦТЛА4, который, к сожалению, оказался неуспешным в клинических исследованиях. Он исследовался раньше и пилиумаба. И, в общем, большая часть исследований проходили параллельно. Но что мы видим? Частота в целом клинической эффективности 62%. То есть это основание для того, чтобы добавлять и, может быть, для тех пациентов, которые прогрессируют просто на пилиумабе, переводить их на интерферон. Неизвестно, но рандомизированные исследования, и особенно в адиментном режиме, на сегодняшний день планируются. В том числе и с высокими дозами интерферона альфа. ЦТЛА4, оказывается, тоже повышает уровень опухолеинфитрирующих лимфоцитов. И мы все знаем замечательные результаты, которые были получены при комбинировании ингибиторов ПДА1 и ЦТЛА4. Больные практически не умирают. Или очень длительная общая выживаемость. Одногодичная 94%. Вот клинический пример такого сочетания. Что хочется сказать в завершение. На сегодняшний день у нас расширились представления. Мы уходим от одной опухоли к лекке, мы стараемся увидеть все окружение. В принципе, в каждом из этих секторов нам есть, что предложить пациенту. И каждый из этих секторов может свободно комбинироваться друг с другом. Да, возможно, это приведет к несколько большей токсичности, как это привело при комбинации пилиумаба с феморфенибом. Но, тем не менее, такой подход все равно должен оцениваться. И мы должны смотреть именно на комбинированное лечение. Может быть, не одновременно, но, по крайней мере, на последовательность применения лечебной тактики для достижения лучшего эффекта. Спасибо за внимание.